Субтитры сделал DimaTorzok Такую популярность набрал в интернете Он вел дневник Он онкодоктор И у него нашлось заболевание Которое он людям и оперировал Лечил рак желудка И ему дали Он на последней стадии Ему дали очень маленький срок И в итоге ему сделали операцию Он молодец тем, что в соцсетях Он пропагандировал обследование Что надо этим заниматься своим здоровьем Своим примером Он начал вести дневник Чтобы дети видели его живым И все прочее И всей страной, мне кажется Все молились, чтобы он жил Он делал 8 химиотерапий Была у него операция Полностью у него убрали желудок И он на дробном питании Операция была Я за ним следила все это время В том году, в 19-м осенью Вроде в сентябре И он приступил обратно к работе И все прочее Но он сделал заявление В своем фейсбуке Что он не смог победить свою болезнь И он как бы умирает И когда я это читала Это понятно, что все надеялись Все желают счастья, здоровья ему Потому что это все-таки Можно как-то повернуть назад Но я просто подумала В этот момент Как это, черт побери, страшно Что ты знаешь все это То есть он очень реалистичный То есть он не в надеждах каких-то живет И он очень много интересных вещей Говорил в интервью В своем видеодневнике на ютубе О том, что Не надо свою жизнь делать Как переводить на рак Когда ты болен раком Не надо свою жизнь делать Как борьбу за жизнь Ты живешь, наслаждаешься своей жизнью Но параллельно ты ведешь лечение И избавляешься от недуга Не надо всю свою жизнь переключать на это Это очень правильно Надо продолжать оставаться в своей жизни Социальной какой-то и всем прочим Хотя это порой очень трудно сделать И как это, блин, страшно Когда у тебя жена, двое детей маленьких И ты знаешь, что ты умрешь Вот это ожидание смерти и понимание Это причиняет боль близким тебе Понимание того, что это закончится Ожидание своей смерти Это, на мой взгляд Это самое страшное Что может быть у людей Которые, например, боятся страх смерти Существуют Это самое страшное Знать, что ты умрешь И знать, сколько тебе времени отведено Для меня это Год 20 начинается Для меня это герой 20-го и прошлого 19-го тоже года Потому что он очень сильный Настоящий мужик, что называется Он не побоялся своей болезни Которую, в принципе, сам и лечил Он поднимал огромные социальные Медицинские проблемы своих Интервью об этом разговаривал Почему люди болеют Как от этого излечиться Все проблемы в проверке себя В диагностировании этих заболеваний И когда это заболевание Это не рак груди или еще что-то Что ты не можешь потрогать А в желудке, когда люди приходят К врачу Просто уже, когда Это последняя стадия рака Потому что просто боль острая А это просто не болит И чтобы это как-то поймать На ранней стадии Это просто удача 70 или 80, я говорил в статистику Процентов людей приходят С раками желудка И всех внутренних органов На последних стадиях Потому что это просто тупо не болит И ты не можешь это почувствовать Какую-то опухоль найти И все прочее И это так страшно Но дело-то не в этом Я вот хочу, чтобы эта история Мне очень стала его жалко Точнее его жену Я хочу вам сказать о том Что он на фейсбуке Оставил реквизиты карты Сбербанка своей жены И если кто-то хочет его поддержать Точнее его жену После его смерти Просто финансово И все прочее Хотя он свою смерть Там все это подготовил Там всякие В этом есть отдельное видео У него Там всякие пароли от счетов Денег Все прочее Это вообще просто У меня ни слов Даже когда я это говорю Ком в городе сейчас стоит В общем там есть реквизиты Его жены Кто хочет В курсе этой темы Кто хочет как-то поддержать Помочь их семью Это просто обычный доктор-онколог Обычная семья Он не какой-то супер богат У него двое детей Но я считаю Что вот этой За полтора года Пропагандой В каком-то смысле Предавание общественности Своего диагноза Лечения Вот этого всего Публичности Он очень многим Помог нам Просветил нас Давал какие-то Научную информацию Статьи Все такие дела Интересные И просто Напомнил нам О том Что нужно следить За своим здоровьем Я естественно От души желаю Чтобы У него все-таки Получилось Я надеюсь на чудо Что Ну я в душе Я понимаю Что этого не произойдет Скорее всего Потому что Это человек Такое дело Слово Это настоящий мужик И он доктор Он знает что происходит И он просто по ходу Все уже На последний момент Я думаю Что это вот-вот Скоро где-то произойдет Чего бы мне Очень сильно не хотелось Я считаю Что таких людей Таких врачей Должно быть Гораздо больше У нас В нашем обществе В нашем социуме Которые хотя бы Свои болезни Нам напоминали Об этом Что нужно Хотя бы просто Обследоваться Чтобы таких болезней Заболеваний Этих проблем Было меньше У вас У людей Вообще вокруг Чтобы вы не болели Сидите короче За своим здоровьем Для меня Это очень острая Больная тема Потому что Мой член семьи Когда-то Тоже умирал Так давно От заболевания Тоже рака И он знал Что он умрет И это для меня Наверное Был самый страшный Сильный стресс В моей жизни Когда ты знаешь Что твой близкий Родной человек Умирает И ты знаешь Сколько ему отведено И он Это самое страшное Это знать и понимать И Как сейчас Просто живет Его жена Дети Мне страшно Подумать Потому что Я это в своей жизни Переживала Как можно Блин Ждать Знать Что там Сегодня-завтра Твой папа Например Или муж Не проснется Его не станет Плюс это еще Скажем так Публичным стало Из-за этой пропаганды Здоровья И всего прочего Обследований То есть какие-то Начнутся потом После этого события Вопросы Соболезнования Когда Наверное Не хотелось бы Чтобы кто-то вообще Лез Советовал что-то Эту тему Вообще тревожил Мне очень Как сказать Я сострадаю Его членом семьи Ему естественно И Для меня Этот мужчина Как доктор Как врач Он герой Он молодец И Страшный диагноз Болезни Он пронес эти полтора года И несет до сих пор Просветительскую деятельность Он все равно Старается людям помочь Это вот доктор По призванию Он молодец И я рада Что у нас есть Такой человек в обществе Пусть таких людей Будет побольше Конечно тема грустная Но блин Я не могла Это пройти мимо Мне это действительно Вызвало эмоции Это определенный пример В конце концов Жизнь наша Заканчивается И все мы там Когда-то будем Рано или поздно Надо уходить достойно И оставлять за собой Какой-то вклад Какую-то информацию Вот он в науку Оставляет Просветительскую деятельность Чтобы не просто так Мы уходили И надо жить продуктивно И после себя Оставлять какие-то знания Что-то своим потомкам Полезное А не просто То, что ты живешь Проедаешь Пропиваешь Прокакиваешь Свою жизнь Ни черта У тебя К концу жизни Нет Я имею ввиду Финансовое Или чего-то Достижение Каких-то Моральным Никогда ты Книжек Никаких не почитал Ничего Нигде в музей Не сходил Не посмотрел Ничему детей Своих потомков Хорошему Не научил Никакую мудрость Жизненную Не приобрел Вот это Самое Мне кажется Ужасное Вот Я всей душой Желаю ему Здоровья Я надеюсь Что все будет Хорошо И я Прям Не могу Не поддержать Субтитры